5 декабря 1941 года день перелома в ходе Великой Отечественной войны. Войска Красной Армии перешли в наступление по всему фронту от Клина до Ильца и отбросили противника на 100-200 километров от Москвы. С марта 1995 года 5 декабря установлен как день воинской славы России. Вечная память героям, кто три четверти века назад навсегда остался в подмосковной земле. Кто не оставил свои позиции, кто не струсил, кто не отступил и не сдался. Тем, кто отстоял Москву. Ничто не забыто и никто не забыл. С самого утра 5 декабря по всей России проходят митинги памяти героев, положивших конец мифу о непобедимости германской армии и недопустивших победоносного Блицкрига. Все меньше становится живых свидетелей тех лет. Поэтому так важна память об этих событиях. Для старшего поколения это как воспоминание о том, что было сделано во время Великой Отечественной войны. А молодежи это как бы наказ, чтобы они помнили о людях, которые завоевали для них этот мир, которые прожили эти страшные годы. Не важно где, с винтовкой в руках, на полях, на заводах и фабриках. То есть я имею ввиду и участников войны, и тружеников тыла, и детей войны. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы наши дети и наши внуки, уже и правнуки, помнили о том, что пришлось пережить им бабушкам, дедушкам и прабабушкам. Ветераны, молодежь, общественные организации пришли в этот день отдать День памяти воинам, стоявшим в Москву в том далеком 41-м году. И хотя с каждым годом живых участников событий становится все меньше, память о них останется в будущих поколениях навечно. За оборону Москвы у нас осталось всего 17 человек в живых, к которым мы сейчас ездим, возим им знаки, подарки от губернатора и от нашей главы. И вот как-то стараемся помочь им хоть чуть-чуть. Они очень, вы знаете, как они радуются, когда к ним приезжают? Они радуются не потому, что им нужны эти подарки, а потому, что они их помнят и потому, что они заботятся. Победы советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели огромное военное и политическое значение. Впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение. И сегодня, 5 декабря, это еще один повод вспомнить героев. Субтитры создавал DimaTorzok